сейчас все по порядку значит чим я занимаюсь вчера обрезал дерева и обрезал одной интересной ножовкой 2 она там купил вчера ножовку 150 гривен домашняя ну як домашняя людина какая сама роба но я купил в центре в магазине вот так она вид все просто шедевр я вчера пилям це ну я такого не бачив ще от сейчас отпиляю кусок дубової доски побачите чим я занимаюсь вчера ви бачили маленький ролик про топор робив закалку топора то есть перед тем как я начал заниматься цей сталью сталь 65 г ну кто понимает и понимает 65 г это пружинный ресор на сталь ну не все пружины и ресоры с ней то есть 65 г очень хорошая углеродистая сталь именно на режущие всякие моменты то есть топоры там тисаки ножи везде где такой крепкий металл надо там и где 65 г значит изготовил обувь закалка у меня вчера не получилось я не выдержал ту температуру яку надо было мне мне надо было хотя бы 830 850 градусов я не додержал до цієї температуры и короче у меня не получилось буду опять делать отжиг металла отпущу его и потом опять ним заниматься и все по новому ну то есть не получилось у меня вчера по топору делаю собий именно пиццеба я ки мене надо вес и я ки мене удобный то есть тут я сделал переднюю часть такую как мне надо то есть тут поделив лезвие на три части 2 части 2 3 стая рівно 1 3 стая атак то есть если рубаешь ребра 1 3 ну то есть делай пиццеба и вес роблю пиццеба как дороблю его покажу это у меня первый еще есть один короче вот так и сейчас все заказал сталь тоже и где мне трошки другой толщины ну то я потом буду показывать сейчас давайте покажу я крыжа ножовка и расскажу потом про свиноводство интересную тему дуже ну давайте ось оттуда ось ну ось ось дубовая доска да кусок дубовая доска я просто ну да ну такая вялена я просто вчера был в шоке ось я купил ножовку такая на вид ну вроде бы не дуже ну взял 150 гривен думаю дома нема ножовки це просто який шедевр вот так люди на якась шуроба понимая ось ось дубовая доска ну це я спешу давай то я не буду спешить ну обычно боя спешу вон уж типа я кролик их снимаешь то спешишь дитя крыжи дуб а таки дерева за просто так все ветка него ну то есть ну выдать тоже цель или ленточной пылки полотно и выдать ли же кусочками и затачено дуже хорошая не знаю кто робину если ты дивишься все равно совместных то есть злой водолаги тоже интереснее пилочки ты рубишь по самому свиноводству ну шо я хотел сказать шо я хотел сказать а именно ну ваще поросята эээээээс Эээээ ваш от корм яким вы занимаетесь запомнить я пробував разні моменты і кормил по разному кормив як є в гроші кормив як денег особо не було кормить їх надо И тут, короче, что я понял? Из всех этих моментов я понял одно, что надо кормить хорошо сбалансированным, хорошим, нормальным комбикормом. Хай это будет там не гранула у вас, я гранулой вообще не пользуюсь и считаю, что это ненужный элемент для свиноводства. Так это будет обычная сыпучка, но воно должно быть питательное, а именно, должно быть, допустим, пшеница, ячмень, кукуруза в кого-то там что, может что-то одно только, ну, должна быть макуха черная, должна быть соевая макуха и должен быть обязательно премис. Премикс это не химия, как все думают, премикс. Ого, смотри, тут улькан, да? Премикс влияет на расщепление жиров, белков и тому подобное в организме нашего корося, свинки, кабанчика. То есть корм должен быть очень-очень непоганый. Вы скажете, ты же раньше кормил отрубями. Да, я раньше кормил отрубями и довольно-таки долго кормил, но отрубями я кормил в месте с БМВД. То есть БМВД білково-витаминно-минеральна добавка. Надо поднять поилку, бачите, нагинаете. Белково-витаминно-минеральна добавка. Вместе с отрубями. Что такое отруби? Отруби у меня, якими якорами в отрубе мучни. То есть отруби у меня заменяли зернову группу, а... Давай... Отруби заменяли зернову группу, а БМВД, это же есть соевый шрот и премикс. Вот так и были они. Это кормил я раньше так. Пробовал я кормить без БМВД, без премиксов, без ничего. Я скажу так, воно росте, воно просто на пшенице росте, но очень-очень медленно, очень-очень поганенько и очень-очень долго. А просто на пшенице кормить будет росте. Я не спорю. Допустим, если... Текай. Если, к примеру, взять порося, стартануть на правильном корме, вот стартанули вы. И потом кг до 50-60, да, потом переводить можно уже там просто пшеницей или пшеницей с черной макухой, ну что дешевше. Воно идти, да, трошки хуже, чем этот, чем на постоянном гроваре, ну идти. Но стартануть на старте по-любому надо. Если вы не будете стартовать нормально на стартовом корме, старт, предстарт, то толку не будет. Ось. Вони, ось эти на данный момент, Вони у меня сейчас на 100 кг иди 10 кг соевого шрота, на 100 кг пшеницы. Ну на 90 кг пшеницы дроблено, иди 10 кг. Воно им хватает, они идут, 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 уже их не остановишь. Скоро им первым, первым скоро 6 месяцев. То есть ось 30 числа 6 месяцев, ось что я стою 6 месяцев, скоро будет только. А те, что поменьше, ось, 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 им будет 9 числа или 10 6 месяцев. Корм должен быть сбалансированный. Ну а это явно, что будет 30, оцей больше. Все другое я уже пробовал и кормил по-разному. Кормил... И... Та чим я только не кормил. И кормил, и просто кукуруза у меня была, отходы я купил. Вот тупо кукурузой кормил. Кукурузой тоже воно иде, но нагоняет очень сало. Это у меня было, тогда у меня дюрки были, дюрки я кормил кукурузой. И сало нагоняет кукуруза очень хорошо. Также пробовал просто в отрубе, без ничего. Был период у меня, как не было у меня вкладывать деньги в белковую группу, то есть не в БМВД, ни в что. Ни в свой вид. Вот кормил просто в отрубе. Стоять на месте и ничего толку не имеет. Желудки в них набитые, а толку не имеет. Поэтому я вам скажу, сказки сказками. О том, что там есть всякие варианты. И это пойдет, и это пойдет. Не будет дела пока не будет нормального, высоко сбалансированного корма. То есть должен быть сейчас по ценовом диапазоне, самое выгодно это соевый шрот и премикс. БМВД да, куплять невыгодно. А если сам делаешь пшениця, соевый шрот и премикс, это хороший, высоко сбалансированный корм, который вы делаете дома, в домашних условиях. И получаете такие результаты. Другого, ничего не куплять дорогого и оно ростиме, еще не придумали, друзья. Было бы, если бы другого придумали, все бы комплексы, начиная с Дании, Англии, Германии и тому подобное, все бы на это кинулись. И тем более наши, украинские фермы, которые занимаются кормом, тоже бы кинулись на более дешевый корм. Дешевого, еще не придумали. Только соя в переробленном виде, премикс и зерновая группа. Ну, зерновая группа, я не спорю, может быть не только пшеницей, а может быть любой зерновой отход. Вот зерновые отходы купили по сезону, и у вас тоже та же самая зерновая группа. Вот это только на этом можно сэкономить, купить не цельную пшеницу, а зерновые отходы. Воно то же самое, я разницы не увидел, что сейчас кормлю просто пшеницей, что кормил зерновые отходы. Воно то же самое. Может зерновые отходы просто грязные, но я не увидел. Едят, как и ели, и росли, как и эти ростут. Вот скоро 6 месяцев. Вот это им 5 месяцев, если быть точным, и 20... Часов нет, сегодня какие у нас? 57. Вот, 5 месяцев и 27 дней. Вот это вот. Это не то, что там рассказывают. Это то, что реально есть. То, что вы наблюдаете. Вот отъема, когда я забираю, я снимаю. И когда их сюда перегоняю на откорм. Вот реально, их можно уже убрать. Да. Какой вес? Там много кто пишет. 135, 155, 160. Так и есть. Скажем так. Вот те, что меньше, там на 10. Ось, допустим. Раз. Два. Три. Вот они. Килограмм 130. Три, что здоровые. Ну, ось, тюльпан. Четыре тюльпана. Раз. Килограмм за 150. Ну, 160. Тут штук 4 есть. Может 5 кабанчиков. А те 150. Вот такой вес. Я их вижу. А, как буду убирать. Сейчас уже просто мы начинаем уже на днях начнем убирать потихоньку. То я там пару штук переважу для себя чисто. Чи так, чи не так. Ну, я думаю, и так воно. Примерно и так их уже бачишь. Так, как я и сказал, что. После последней выкачки. Выкачивать мы не будем, пока их всех, всех, всех не уберем на мясо. Потом освободим цей весь сарай. Вимеем опять все панели. Поподбилюем тут. Подивимся, где там что открыть. Ну, это векно. Так и есть. Ось, смотрите, кто писал. Кто-то мне написал, кто ты убираешь перед тем, как снимаешь видео. Вот такие плиты сухие. Все чисто. Уголок грязный, где они ходят в туалет. Тут все чисто. Тут немае, немае мокрого, немае ни где ничего. Щелевые плиты, есть щелевые плиты. Бывает, что они ходят. Ну, это цей виводок, именно в этот угол. Перед этим, вот в них была натура ходить вот тут. Вот так. Ну, тоже было более-менее чисто. Не скажешь, что там... Такое самое было. Только вот тут было, типа, как грязный, как вот там. И они же тут до кормушки бегали, бегали и то же самое. Также защелевые плиты. Багато людей питает, я хочу залить сам. И вчера там писал Вики на телефон на Viber, что хочет сам залить плиты. Я тоже думал, текай, что ты грязешь. Я тоже хотел сам себе залить цеплиты. Начал шукать формы. Нашел форму по объявлению б-ушную, пластиковая форма в металлическом каркасе. Пластиковая. Именно нормальная заводская форма. Хотел ее купить и заливать сам. Потом подумал, что качество цемента, это так у нас, угадай мелодию. Плита, это не шутка, хоть даже и проармируешь. Ей надо хорошо заливать, вибрировать, пропаривать. Ну, как делается на заводе. Я так дома не сделаю, поэтому я не стал ничего выгадывать. По объявлению пошукал и нашел недалеко от себя. Ну, там сколько, 45-50 км, где их делают, заказал и мне привезли. У кого нет возможности, у нас не делают плиты. Есть возможность, где делают, загрузят, вам привезут или попутная машина вам привезет. Так что, друзья, то так. Чудес не бывает насчет от корма, как это ни странно. Если бы они были, я бы уже это знал и этим бы уже пользовался. Я скажу так. Чудес не бывает. Да, должно быть хорошая самая порося, хорошо сбалансированный корм и будет оно рости. Ось как эти. Ось они ростут. Ростут непогано. Это получается, я их забрал там, ну, кого раньше, кого позже. Ну, грубо говоря, в месяц с копейками я забрал и ось мы кормим их почти 5 месяцев от корма. Ось это вот такие. Та не, ось лежит цей больше 160. Ось это вот больше 160. Ну, это обычно, я ж перед этим, я тоже убрал тюленей. В 6 месяцев мы вважали 160, да ведь? По-моему, что-то такое, 160 килограмм. Это обычно у меня есть специальная таблица моя, вот допустим, отъем 2 месяца, 3 месяца, 4, 5, 6. И я по ней дивлюсь, ага, 4 месяца должно быть у меня в 4 месяца 95-101 килограмм. Это у меня так было. И я по этой таблице дивлюсь, ага, 95-93 до 101 килограмма, это ровно в 4 месяца от рождения. 5 месяцев, 5 месяцев у меня от 120 до 130 килограмм, это 5 месяцев. 6 месяцев, 150-160, это 6 месяцев, 7 месяцев. Если он был в 165, то он будет под 200-195 в 7 месяцев. Это нормальное явление, если вы продолжаете кормить гровером и туда за 7 месяцев. Вот и все, тут нема ничего такого. А я буду кормить довше, но дешевше. Я тоже так думал. Кормишь, кормишь, а воно на месте стоит. Не росте воно, что там я покормлю дешевшим, но воно виросте трошки довше. Ну там на месяц довше, не на месяц, а на месяц на 4, а то и на 5. А 5 месяцев погайгакай, и с ведром, и с усим. Я ж не скажу, что на щелевых по вас. Просто, это же тоже физический труд надо учитывать. Да, тюльпан. Где який лежит? Капецик хороший. Тюльпанчик. И это вот. Сегодня они трошки у меня попобегали. Тут был у нас эксцесс с утра. Так что, друзья, так, замеряем яму. Сколько яма уже набралась. А я оцей палочкой замерю. Ось сколько набралось. Ось верх щелевых. Ну считается половина. Коли мы качали? В январе? Ну ось он лежит. Как будто я его обшмалюю. Ну на выгід примерно. Ну не меньше 160 кг. Ось. Да. Не меньше 160 кг. И ось не меньше 160 кг. Ось лежит. Ось до меня подходит тоже. Вон длиннейший, но худейший. Примерно так. Ну а это они первые, что идут. Ось раз. Два. Три. А это уже меньше. Это 135 кг. Ось 150 кг. Ну я их и так уже привык до них. И бачишь. Все тем более есть. Диви, а на того сверху кто-то навалил. То есть кто-то подошел в туалет и даже и не встал. Лежит. Ну короче вот так. Так что если бы были какие-то спрощенные методы от корма. Поверьте, мне все свиноводы этим пользовались. И тоже чтобы сэкономить. Вы думаете, мне хочется тратить гроши куплять соевый шрот? Куплять той премикс? Тратить гроши такие, чтобы их от кормить? Нет конечно. Хотелось бы, чтобы меньше затрат, а больше эффективности. Но такого не бывает. Если они так же и останутся у меня. Вот примерно сейчас я большую половину их уберу. Будут рости дальше. Будут так же набирать вес непогано. Месяц в 7 в районе 200, в 8 больше 200. В 9 еще больше. Ну то есть они там до 300 кг ростимут. Ну узнаем. Узнаем сколько будет в 12 месяцев. Потому что у меня в том сарае. Вы знаете, что я оставил на 12 месяцев на корм. Подивимся тоже сколько. Ну а так вот такие. Можно их уже резать давно уже. Можно, но мы решили начинать резать туда. С первых часов следующего месяца. Вот так и начнем. А воно уже осилось скоро. Мы попробовали в 5. Ранувато. Приняли решение еще месяц ждать. Месяц ждали и вуаля. Да. Результат непогано. Отлично. Разно боя нема. А? Друзья, не забывайте. Хвостики. Да? Вот так. Так что дурики не бывает. Если бы она была, то все бы за ней знали. Поверьте мне, каждый свиновод пробует. Да, я выйду. А вы будете бегать. Давай. Каждый свиновод пробует разные методы. Пробует разные кормления. И если бы оно было более спрощенное, более дешевшее, то тогда мы бы так и кормили. Я же говорю, что тут не все так просто и гладко, как оно кажется. Много свиноводов звонит и говорит, что хочу начать. Хочу попробовать, как вы. Все заново. Хочу так же развивать свиноводство. ТС-510. Да, я не спорю. Я тут же начинал без знаний, без пониманий. Я не знал, что такое БМВД, что такое зернова группа. Я всего-всего не знал элементарных вещей. Это уже я узнал постепенно. Ну и узнал, узнал. Сколько я занимаюсь свиноводством? Пошел уже пятый год, как я занимаюсь свиноводством. На сколько у вас мешалка? Это меня постоянно спрашивают. Сто двадцать. Сто двадцать пять литров. Вот у меня мой кормовый цех. Мешалка. Вот замешано. Пятьдесят килограмм. Я умудряюсь в ней замешивать пятьдесят килограмм. Но, как высыпаю сюда, то трошки лопатой перемешиваю, потому что плохо перемешиваю. Но мне что нравится, что сразу пятьдесят килограмм. И я потом лопатой дорабатываю. Это все. Ну, я показывал свою кормовую лопатку. Я ее купил. Девяносто, по-моему, гривень или сто десять в авроле. Девяносто девять. Девяносто девять. Девяносто девять гривень в авроле. И вот так я вот домешиваю. И вот эту вот партию, пятьдесят килограмм, вечером всю отдам. Еще не хватит. Может даже трошки не хватит. Но мы сегодня утром цим не давали. То не хватит. А вообще, утром мне дается просто мы тюленям, где я сейчас ролик снимал, мы утром не насыпали, не было. Сейчас уже трошки попедедали, вечером будет самый раз. Вот это утром даем пятьдесят и вечером пятьдесят. То есть сто, ну скажем так, если бы точно, а вместе со свиноматками, сто двадцать, сто тридцать килограмм уходить сейчас у нас в день, в сутки. Сто тридцать килограмм. Бывает больше там сто пятьдесят, кто-то больше есть, кто-то меньше. Ну скажем так, берем максимум сто пятьдесят килограмм в сутки. Сто пятьдесят, десять днів, півтори тонны. Двадцать три, тридцать четыре с половиной тонны. Четыре с половиной, пять тонн. У меня должно быть корма, як піддать в місяць. Ну правильно? Щоб более-менее не переживать. Сейчас с свиноматки опять опоросятся, опять начнут поросят піднимать, надо ще більше корма. Но оправдать у Ленина на уменьшение. Может оно и на это останется. То есть вот так, друзья. И вот чем я кормлю. Обычная пшеница. Чего пшеница, а не какие-то отходы. Потому что я пшеницу брал дешевше, чем сейчас берут люди отходы и тому подобное. Я брал недорого. Пшеницу у меня еще хватит. Слава Богу, в то время набрал в прошлом году. И вот так кормим. По-любому надо пшеница. Это уже пшеница намешана. По-любому надо черная макуха. То есть семечка выжата. Шрот, подсолнуха, или как она там. Ну у нас макуха ее называют. Черная макуха. Один результат не очень здоровый. Я как думаю за черную макуху? Черная макуха 2,5 кг. Черная макуха 2,5 кг. А тут даже и 3. Приравнивается по питательности с 1 кг соевой макухой или соевой шрота, кому как удобно. Вот соевый шрот. Он там у нас, не знаю сейчас, под 20 грн кг. Соевый шрот. И вот чтобы заменить килограммы этого шрота, мне надо 3 кг. Цей макухой. 2,5-3 кг по питательности. Где-то так. И она хуже усваивается, чем соевый шрот. Я даю, получается, 10% сои. И этой я кидаю 5-6 кг. Ну то есть получается. А все остальное зерновая группа. И то я кидаю просто так черную. Я бы ее не кидал. Может было бы больше на килограмм сои. Но она у меня есть. И я ее брал недорого. Поэтому я ее кидаю, чтобы кидать меньше сои. Бо своя дорогая. Вот так. По любому надо. И вот у меня вот так и есть. Тут пшеница в бигбегах. Там дробилка в конце стоит. Понадрабливали. Намешала мешалка. Взяли, понесли. На щелевый или понесли сюда. Утром и вечером. Так же на щелевый. И все. Так и занимаемся. Убирать. Каждый день надо. Чистить в здоровом сарае надо. Каждый день. На щелях чистить. Вообще не надо. Так что, друзья. Дурики не бывает. Кто бы что ни сказал. Я понимаю все. Я пробовал. Ну, это я сам не знал бы. И там думал, что вот так оно. Ни. Дурики не бывает. Попробуйте. Ну, попробуйте. Я думаю, никто не будет покупать порося. И попробовать кормить просто пшеницей. Просто пшеницей порося будет в два месяца или в три месяца. Как кг-15. В три месяца. В два с половиной. Кг-15. А у меня про атьоми есть. Забираешь. 12-13 кг. Про атьоми порося. Тоже воно уже предстарт есть с двадцатого дня. А в два месяца у меня от двадцати пяти до тридцати семи. В два месяца. Это воно нормальный есть с хорошим сбалансированный кормом. Ну, а так, друзья. Так что, что мог рассказать, поделиться. А там думайте сами, решайте сами, кормить или не кормить. Пока.